Доброе утро! Мы на Синевире переночевали. Сегодня пятый день нашего путешествия. Вот в таком замечательном месте мы сегодня остановились. А вон там солнышко встает, коровок гоняют туда-сюда на пастбище. Ох и вкусное молочко у коровок, которые пасутся на горных полонинах. Вот наш коттеджик, наш балкончик. Сейчас пойдем погуляем по окрестностям. Флоксы просто бушуют тут. Адель, что уток уже нету? Мы идем наверх выбирать себе домик. Тут наверху сдаются домики. Мы прочитали объявление. Сейчас посмотрим, что за домики. Если будет интересно, то возьмем визитку, чтобы сюда приезжать и отдыхать. Вот они, эти домики, очевидно, стоят. Ой, хочу здесь жить. Юрка балдеет, дышит. Юрка балдеет, дышит. Мы в селе Калачава. Это недалеко от Синевира. Это село называют село десяти музеев и двадцати памятников. Вот мы сейчас пойдем в комплекс старое село. Советская хата шестидесятых годов. Здесь написано, что здесь даже жил реальный человек. Хата належала жителю села Калачава Шкрюбе, колишнему пожарнику. Это я заглянула в окошко. Австро-Угорская жандармская станция. Корыто деревянное прикольно. Типовая хата села Калачава 1856 год. Хата на Калачавце середины 19-го столетия. Как тут пахнет еловыми ветками, еловыми дровами. Церковно-приходская школа. Ух ты, какие тут рясы висят красивые. Церковный учитель Емельян Скиба. Церковный учитель Иван Ивашков. Вот здесь экскурсия идет. Очень тихо-тихо. Юра в хлев заглядывает. Что это за предметы садомаза тут? О, да тут такая большая территория, там вот поезд. Тут есть хата Бондаря, хата Вивчаря, хата того, кто мед делает. Хата Шустера. Шустер оказывается это человек, который валял по столу обувь из шкур овчины. Карпатская народная обувь. Мы удивляемся, как тут везде все низко и какие маленькие коротенькие кроватки. Какого роста тогда были люди. Здесь открывается вид на всю территорию музейного комплекса. Старое село. Старое село Калачава, да. Смотри, Волга на платформе от Волской колейки. Да. Это брехня. Брехня? Нет. Не видишь, что... А тут где-то есть услуга катания на дрезине по узкой колейке? Дрезина стоит точно. Стоите, ага. Пока Викося каталась тут на дрезине, Юра ее ждал на полустанке. Зашли в небольшое форелевое хозяйство. Нам сейчас поймают тут рыбку и приготовят. Опа. Все просто с очком и все, никаких тебе удочек. Ух ты так они. Класс. Мы едем в сторону местечка Воловец, хотим попасть на гору Пелепец. посмотреть тамошние тамошние водопады. Водопад Шибот. Какое сегодня небо. Облака проплывают, цепляются за вершины гор и плывут дальше. Зайдем, узнаем, сколько стоит в Чанах попариться. И вообще, какие тут условия посмотреть. О, красота! Прямо около речки. Чан. Бассейн, видать, холодный. И выход прямо в речку. Круто, хорошо. Мне тут нравится. Супер! 500 гривен в час. Ехали по таким глухим местам, что казалось, уже не будет никакой цивилизации. А тут вот так выглядит гора Пилипец. Подъемничек работает. Подъемничек можно подняться, но мы туда уже не будем подниматься. А водопад в Шипет мы, оказывается, проехали, нам сказали. Сейчас мы вернемся на водопад. Скромненький подъемничек, конечно, с Буковелем не сравнить. В Славском как-то душевнее всего. И отсюда начинается экологичная тропа к водопаду Шипет. О, что-то что, денюжку на счастье оставляют. Точно. Еще и с записками с какими-то. Да, ничего не надо. Я хочу, чтобы запозили обалдеть, как красиво. В общем, еще один водопад в нашу коррекцию. Водопад Шипет. На реке Пилипец. Это вид на Воловец. Мы опять поднимаемся в горы. Воловец остался внизу. Поняли, что написано? Житы и родиты. Жить и радоваться. Вот, наверное, не зря мы сегодня вспоминали Славское. И не думали сюда заезжать, а приехать мимо так и не смогли. Короче, до Сколи, видать, мы сегодня не доберемся. Зато мы едем в Славское. Свернули. Ура, ура. Дорога совсем-совсем уже знакомая. Аделя. Ветер вхарю, а я шпарю. Закрывай, Юра. Опять мы сегодня убедились. Планируешь одно, а дорога распоряжается совершенно по-другому. Даже не думали заезжать сюда, в Славское. А вот заехали и остановились в комплексе Скеля, в который мы здесь отдыхали ровно 10 лет назад. Когда приезжали кататься на лыжах, это был, по-моему, наш второй раз, второй приезд в Карпаты в жизни. Сегодня мы тут были с мужем и сыном втроем. Утром гуляли по лесу у озера Синевир, а сегодня гуляем в лесу вечером. Вечером гуляем в лесу горы Захар-Беркут. Вот эти вот наши места любимые. А Делька здесь уже была, знает дорогу. Ух, сколько ж тут было снега два года назад, когда мы сюда заезжали просто прогуляться. Захар-Беркут. Пойдем посмотрим, что там изменилось за эти два года. подъемник работает, все пусто, естественно, вечером никто на гору не едет. Смотрите, какой утренний туман стоит на горах в Славском. Мы выезжаем из Славского, мы здесь переночевали, а вечером сходили на чаны, попарились. А сейчас едем в сторону с Колей погулять по национальному заповеднику Скольевские Бескиды. Сегодня шестой день нашего путешествия по Карпатам. Мы сейчас движемся по трассе Киев-Чоп и, наверное, сегодня уже будем с Карпатами к вечеру прощаться. В принципе, мы уже сейчас повернули в сторону дома. Мы зашли в заповедник. Это просто рай и мечта для тех, кто хочет прогуляться по лесу, но не хочет гулять по каким-то буреломам, буеракам. А вот так вот по тропиночке природа, тишина, никого нету и вперед-вперед. Ну вот так вот пока мы идем по лесу, можно сказать, гуляем. Справа речка протекает. Все поросшее мягким-мягким сухим мхом, причем он на вид такой, как будто сырой, а на самом деле сухой и приятный. как короткая шерсть. А вот это что за гриб интересно? на вид такой симпатичный. В грибах мы не разбираемся, поэтому лучше их не трогать. И опять дорога правит нами. Ехали мы в сторону Ивана Франковска, увидели поворот на Моршин и решили, а почему бы и нет, надо свернуть и посмотреть, что это за Моршин такой, чью воду мы так всегда любим пить. И вот он, вот такой Моршин. Идем через парк хотим найти бювет с Моршинской минеральной водой, набрать водички прямо так сказать с первоисточника. «Моршинская» 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 Там внутри оказалось все платное. Даже не в том дело, что оно платное, в том дело, что оно очень концентрированное и лечебное нескольких видов вода, которые принимать по чуть-чуть именно в лечебных целях. А нам нужно просто пить его не сильно концентрированное из этого источника. «Моршинская» 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 Представляете, что происходит? Просто мистика какая-то Утром мы сегодня проснулись со стойкой мыслью, что хочется домой Все, вперед, через Черновцы и домой в Одессу, переночевав в Черновцах Потому что мозг уже наполнился впечатлениями, он уже их больше не воспринимает Все эти красоты, все эти горы, речки, полонины Как-то уже даже глаз замылился И вот мы выехали с горного массива Подъехали уже, сколько сейчас? Три часа дня Подъехали к Черновцам, там буквально пару десятков километров было И тут развилка направо Яремча, налево в Черновцы Вот, и мы раз, и что вы себе думаете? И повернули в Яремча Вот, и вот они снова горы Горы не отпускают, представляете, что делается? И вот те несколько часов, которые мы успели проехать по равнине, выехав из Карпат Нам показались, что такая скучная дорога А сейчас мы выехали в горы Снова эти повороты, снова эти вверх-вниз И прямо как-то поживее стало и повеселее Вы будете удивлены, но мы опять пробираемся в горы Этот раз мы идем тропой Довбуша Довбуш национальный карпатский герой Не знаю, хватит ли у нас сил добраться до цели, до скал Довбуша Вот, но пока будем идти Вон какие цветочки здесь растут Вы знаете, нам здесь нравится Спокойный, тихий лес Не шелохнется, ни листика Нет ни единого звука Даже птицы молчат Тихо-тихо Вот такая вот дорога Смотрите, кого я здесь заметила Между деревьями Это же леший лесной С длинным носом и с ушами И обросший прямо мохом со всех сторон Мох такой изумрудный Сухой-сухой На ощупь, такой приятный Ну вот они, скалы Довбуша Этот мох, он меня просто с ума сводит Своей красотой изумрудной Все, мы сделали это Мы поднялись на скалы Довбуша И спустились вниз И я довольна, что мы это сделали Потому что я это хотела Несколько лет, вот как мы сюда не попадали В Еремча Так все откладывали на потом, на потом А я так думаю Блин, ну жизнь-то идет Вот И уже фиг его знает Приедем мы сюда когда-то или нет Еще раз в Еремчу И так и не были в этом месте Теперь мы туда поднялись И я спокойно Одна галочка поставлена Еще одна галочка поставлена Вот мы тут сели Отдохнуть немножко Хотя, конечно, в плане скал Этих огромных волнов И узеньких тропинок между ними Мы были вместе намного покруче Это под Немировым, кому интересно Село Печера Там, где Исток Буга Да, Юра? Какая там река? Где? Ну все Да, исток Буг Исток Южного Буга Вот И еще в этом месте Именно в этом месте Находится для ориентира Мавзолей Семьи Потоцких Вот там, в Волунея Вот это да Просто карпатский домик Здесь известный рынок в Еремче Всяких народных промыслов Сыров, брынзы А мы идем дальше К водопаду Который называется Пробий Но я помню Это колыба Мы здесь когда-то были Даже фотка есть Сколько тут всего И вышиванки И шкуры И глина И дерево Ух ты, какой тут поток Бурлящий Ты помнишь, Юра Мы туда вот Пробирались вниз Там фотографировались Но сейчас мы уже не пойдем Да? Как-то мне не хочется Ого туда лезть Сегодня столько налазились Водопад Водопад Пробий А это с другой стороны моста Ой, хоть бы мобильник не уронить От высоты Вон где человек стоит Наблюдают за стихией А тут тоже можно спуститься На диплайне Вон в какую дырку вода падает Ой, красота такая Какая кафешка тут классная Смотри, какая кафешка Вот тут бы посидеть Супер Ну это тут офигительно Вообще Оттуда Оттуда поток такой Обалдеть И форель прыгает Парень вон внизу Ловит форель Вот так бы мобильник не уронить Так страшно Капец Капец Форель Смотрите, где мы будем сегодня ночевать. Называется «Будинок опришкев», «Дома опришкев». Смотрите, что написано. Тут просто полумрак. Чим богатя, тим и рады. Камин, рабочий. А тут опришки пана какого-то уже раздягают. И панечка предлагает помиловать ее. То, наверное, сам Алекса Довбуш с вусами. Смотрите, какой шкаф старинный, как будто бы из старого барского дома. Вот так и телевизор, ну и санузел приличный. И все это находится, представьте, в середине леса. Сейчас уже просто темно, завтра утром поснимаю. Спокойной ночи!